Я никогда не смог достичь того, чего достиг, без привычки к пунктуальности и порядку, без прилежания и без решимости полностью сосредоточиться на одной цели. Чарльз Диккенс, известный нам писатель. С вами программа «Грани жизни» и я, ведущий Даниил Репан. Приветствуем вас на программе, в которой мы уже в который раз обращаемся к разным граням жизни человеческой. Сегодня тему, которую мы взяли, или слово, которое в основе нашей программы – это самодисциплина. И, конечно же, это непростая грань, и нам будет очень приятно, если вы каким-то образом пожелаете тоже поучаствовать, если вы напишите нам ваше отношение к самому слову самодисциплина, к тому, что под этим подразумевается, ну и к нашему диалогу, который мы сегодня поведем с нашим гостем. А гостем для нас сегодня Эдуард Носов. Спасибо, что пришли. Добрый день. Добрый день. Спасибо. Конечно, мы понимаем, что слово «самодисциплина» – она очень емкая. Но чтобы нам понять или приблизиться к этой теме, мне бы хотелось, чтобы с вами чуть больше познакомились наши зрители. Поэтому несколько вопросов просто к вам, как человеку, как личности, как психологу по профессии, учителю, педагогу. И вопросы, которые я задам, они как бы не относятся к самой теме, но тем не менее. Вопрос такой первый. Как вы реагируете на резкие смены погоды? Вам комфортно, что вчера было, допустим, тепло, солнышко светило, а сегодня ветер и довольно прохладно? Как вы чувствуете ваше ощущение в этом изменчивом мире? Ну, погода на меня, конечно, влияет, как на любого человека. И когда солнышко светит, и когда тепло, тогда очень приятно. Когда ветер или, например, погода портится совсем, тогда немножко влияет на настроение. Что вам хочется сделать, допустим, таким зимним вечером, когда за окном слышно, что там ветер вьюга, вы знаете, что там снегопад и мороз, а вы в своей квартире, в своем доме, что вам хочется сделать? Ой, в эти моменты, конечно, очень приятно, когда в кругу своей семьи можно общаться, можно разговаривать, слышать друг друга, можно делиться чем-то очень важным. Это моменты бывают в нашей семье, и это очень приятно. И вы всей семьей собираетесь вместе где-то в теплом, уютном уголке? Да, у нас это регулярно происходит, и в хорошую, и в плохую погоду. Но когда погода плохая, и уже никуда альтернатив нет, тогда это особенно приятно. Ну, мы коснулись зимы, а представьте себе, где-то приятное лето, солнышко уже взошло. Ну, а восход солнца, если особенно это в сельской местности, часто сопровождается пением петухов. Вас это пение будет раздражать, или оно будет вас к чему-то вдохновлять? Вы знаете, вот недавно был такой как раз случай у нас... Вы были в селе? На даче у нас, на даче вокруг очень много зелени, много птиц. И когда птицы начинают петь, они петь начинают в 4 часа. Если их очень много, то это, конечно, мешает сну. Но вы знаете, несмотря на это, не возникает раздражения. Вот не знаю почему, потому что всё-таки птицы, это... Хоть ты и проснулся, да, хоть ты и спишь дальше, да, как спал крепко. Мне очень приятно слушать. И слышишь, да, вроде как проснулся. Но ещё к тому же, когда спишь на... Ну, не в городе, да, там всё, а вокруг свежий воздух, птицы начинают петь, то даже когда просыпаешься, это очень приятно. Как вы реагируете, когда ваши друзья или коллеги хотят вам дать какой-то совет, а он... ну, не нравится он вам этот совет, ну, не по душе. Какая ваша реакция? Ну, обычно я об этом говорю. То есть вы прямо так и скажете, ваш совет мне... Если нужно понимать о том, что кто мне это говорит, да, если это руководитель говорит, готов ли руководитель слышать сейчас обратную связь от меня, чтобы... Как он вас примет, да? Да, как вас примет, он готов или нет, там всё, и поэтому нужно учитывать. Если это коллега, который даёт мне совет, можно поблагодарить. Всегда нужно благодарить человека, который пытается тебе сделать хорошо, да, потому что любой совет, который человек даёт из добрых побуждений, да, его нужно принимать, учиться принимать. Даже если он, может быть, там, непрофессиональный, неграмотный или ещё что-то такое, там, который не может... Может быть, уже давно мы научились этому, может быть, мы уже пробовали сто раз так делать, как даёт нам совет коллега. Или уже есть даже опыт, как это получается, да. И мы знаем, что это или приведёт, или не приведёт уже к чему-то, там, всё равно можно поблагодарить и... То есть это не вызовет у вас такого раздражения, неприятностей к этому человеку? Не то чтобы... У меня, знаете, когда вызывают какие-то эмоции такие отрицательные, когда человек даёт советы, которые сугубо для него выгоду дают, да? И вы явно видите это. Да, это явно видно. Да, когда пытаются манипулировать, там, другим. И меня даже меньше вызывают именно такие эмоции, когда по отношению ко мне, потому что с этим легче справляться. А вот по отношению к моим близким или коллегам, да, вот здесь как-то иногда возникает, знаете, такой протест. То есть я хочу помочь. Там всё как это как-то. Я хочу защитить, там, близких или коллег, там, всё в этом отношении. Вот с собой проще. Понятно. А чего бы вы никогда в жизни не сделали? Чего бы вы никогда не сделали в своей жизни? Трудно сказать. То есть вы бы такую ситуацию просчитать, как бы, какой-то поступок, который вам точно не понравится самому, на горизонте не светит. Раньше, вы знаете, раньше был такой момент, когда я пошёл в армию, это было очень давно, у меня задача была такая, не ожесточить сердце своё. Вот, и когда я пришёл в армию, там были разные отношения, там, неуставные отношения, так называемые, да, там всё, у меня задача была такая, не стать жестоким, никого не трогать, да, и стараться быть справедливым, честным, и сохранить своё вот это вот я, кем я хотел быть. Внутренний этот мир, да, внутреннюю стабильность сохранить. Да, и вот если бы тогда мне задали этот вопрос, то я бы сказал о том, что я никогда вот не буду обижать слабого. Я никогда не буду вообще жестоко обращаться к другому человеку. Но я знаю, что мир за эти годы, там, я сам, да, живу, такой мир меняется, и я даже не знаю, что я могу сам не делать через 15 лет, вот, если вперёд посмотреть. И трудно сказать, вот я никогда не сделаю этого, как Пётр как-то, да, в Евангелии сказал о том, что я тебе никогда не предам Иисусу. А потом оказалось, что сам из первых, кто отрёкся от него. Да, я боюсь теперь это говорить. Вы о себе можете сказать, что вы человек пунктуальный? Я могу сказать о том, что я стараюсь быть пунктуальным. Да, это точно. Ну, мы плавненько переходим к нашей основной теме о самодисциплине, поскольку пунктуальность, мне кажется, это как раз то качество, которое вырабатывается у человека, который занимается самодисциплиной. Но прежде чем мы так будем искать разные аспекты этой грани, мне хотелось бы, чтобы вы дали сами такое определение, определение слову, что по-вашему самодисциплина. Ведь есть слово дисциплина, а тут самодисциплина. Или это одно и то же? Пожалуйста, вот вам слово. Эти понятия, они очень близки. Конечно, специалисты, учёные или ещё кто-то, они могут по-разному совершенно интерпретировать эти слова. Как я понимаю, что такое дисциплина? Дисциплина – это следование определённым правилам, именно внешним правилам. Внешне, не утверждённые самим человеком. То есть это может быть дисциплина на предприятии, дисциплина в какой-то организации. Это может быть дисциплина относительно общественных каких-то определённых норм и правил. Дисциплина, распорядок дня, опять же, который принят или не в какой-то семье или что-то такое. То, что касается дисциплины и то, что касается самодисциплины, эти понятия разные, по сути свои, потому что самодисциплина – это такое, можно сказать, проявление внутренней дисциплины, когда человек ориентируется на свои ценности, на свои нормы какие-то определённые внутри себя. То есть, если дисциплина – это больше нормы общества, и, может быть, к этому тебя принуждают даже, или побуждают, будем не говорить «принуждают», а побуждают, чтобы ты так вёл себя. Мы говорим о дисциплине армейской, дисциплине школьной, дисциплине на улице, дисциплине водителей. А самодисциплины – это то, что где-то внутри у человека, то, на что он себя настраивает. Да, совершенно верно. То есть, где-то слово «самоконтроль» и «самодисциплина», они где-то близки? Они близки, самодисциплина – более широкое такое понятие. Самоконтроль – это процесс, который обеспечивает быть дисциплинированным, быть верным. Мне очень нравится слово «верный», потому что в данном случае самодисциплина, она чем-то пересекается с верностью своим принципам, верностью своим ценностям, то, что сам человек принял за норму, за то, что нужно делать, за то, что правильно делать, поступать так и не иначе. Самодисциплина – это достояние людей сильных волей. А если я слабовольный, если не хватает вот этого, как хотите назвать, мужества, пунктуальности, я знаю, что мне надо рано встать, но слышу звонок будильника, мне так не хочется, и в конце концов хлопнул сверху по будильнику, замолчал будильник, и ты спишь дальше, где-то пропустил встречу. Вот что человеку со слабой волей, ему самодисциплина вообще недоступна? Любому человеку доступна самодисциплина. Здесь нужно учитывать о том, что у каждого, во-первых, начальные данные совершенно разные, потому что мы не должны забывать о том, что есть разная наследственность, например, когда какой-то необузданный характер у родителей, передается по наследству, и все такое. Вот другого, наоборот, с раннего детства, даже с рождения уже было все в порядке, потому что родители были такие дисциплинированные, и исполнительные. Да, исполнительные. И в семье даже был порядок определенный, к которому привыкал сам ребенок, с самого начала, и все это гораздо легче, естественно, влияет на принятие решения, быть дисциплинированным, что такое самодисциплина. Для некоторых это просто обычная жизнь, потому что нужно следовать тому, что нужно. Да, у других, наоборот, это совершенно другое. И вот как-то в одном, вернее, общении было у нас с нашими друзьями, и вопрос поднялся по поводу того, как дисциплина связана с любовью. Да, и вопрос заключался вот в чем. Каким образом, когда дисциплинировать, начинать, да, и как же это вообще с любовью связано? И вот, вы знаете, оказалось, что с самого раннего детства, если родители следуют определенному режиму, то есть в одно время кормят, в одно время ложатся спать, ну, во всяком случае, стараются, чтобы ребенок ложился спать в какое-то время, а ребенок все-таки больше в этом плане управляет родителями. То есть вы уже практически отвечаете на вопрос, как можно научиться самодисциплине, да? То есть, с одной стороны, для ребенка это можно прививать уже в детском возрасте с определенными правилами, которые преподают родители. Это от родителей очень многое зависит. Потому что если родители... Но вы связали это не просто с родительским, так сказать, воспитанием, но вы связали это с родительской любовью. Вот мне хотелось бы, чтобы вы чуть больше уделили внимания этому. Здесь очень простая связь. Что делает ребенок, когда он хочет кушать? Ну, плачет, если он маленький, да. Он плачет. Он издает какие-то сигналы. Он плачет. Он пытается крикнуть этому миру о том, что я хочу есть, и дайте мне, пожалуйста, есть. Да, покушать я очень хочу. Вот и в этой ситуации, когда у ребенка нет режима, то ребенок будет чаще плакать, он будет чаще кричать, потому что еще не наступило время еды, но он уже хочет, потому что у него есть страх небольшой. Ребенок маленький, но у него уже есть страх. Потому что когда он проголодался, он вдруг не получил еды, а ему очень хотелось. И вот когда он проголодался, тогда и не получил, ему нужно кричать. Ему нужно кричать этому миру, кричать маме, кричать маме. Я голоден. Да, я голоден. И когда питание происходит нерегулярно, тогда вот это чувство недоверия у ребенка, оно в большей степени проявляется, чем у ребенка, который вот кушает в одно время. То есть он чаще плачет, выходит? Да, он чаще плачет. Он должен чаще плакать, потому что он должен от этого мира требовать о том, что у меня есть нужда. Да, мне требуется это все. И поэтому... Как же матери проявить здесь и дисциплину, и любовь? Очень просто. Есть разные вообще подходы к решению этого вопроса, кормления ребенка. Но если мама будет стараться вовремя кормить ребенка, то он будет плакать меньше. Потому что ребенок становится голодным в определенное время. То есть если он покушал сейчас хорошо, то у него какое-то время есть, когда он не требует. И таким образом укрепляется его понимание, что о нем заботятся, он чувствует проявление родительской любви, и в то же время он дисциплинированным становится. Да, совершенно верно. Кушает по часам. Он сам дисциплинируется, и, собственно, и родители тоже дисциплинируют в этом отношении. И вот такая простая вещь о том, что вовремя, то есть в какое-то определенное время кормить детей, оно уже формирует определенный характер у ребенка, формирует отношение к миру, и любовь. Ну, с детьми понятно. Здесь родители, и, наверное, роль родительская, она неоспоримо велика в том, чтобы приучить и дисциплине, и ведь любовь. Тут с вами трудно поспорить, потому что это реалии нашей жизни. Ну, вот вырос человек, стал взрослым, и вроде как и воспитан был в хорошей семье, все нормально, но у него никак не получается как-то вот самодисциплинироваться. Пунктуальность – это что-то не из его области. Он давал себе и друзьям, и родителям, может быть, десятки, сотни обещаний. И с понедельника все будет по-другому. С Нового года я начну вот так и так. Вот таким людям что делать? Есть ли у них какой-то шанс, что у них тоже что-то может измениться? Родители уже как-то о таком взрослом человеке уже как бы не заботятся или не могут так заботиться. Не будут они кормежкой заниматься. Как быть, когда у человека, ну, вот как я уже сказал, либо слабая воля, либо не умеет правильно спланировать свой день, свою жизнь. Есть шанс? У любого человека есть шанс. Ко мне иногда обращаются люди, которые уже с какой-то определенной зависимостью. И там гораздо сложнее управлять собою. Но у многих людей есть таки зависимость, только она может быть скрытая. Ну, например, зависимость от сахара. Вот в большинстве случаев это реальная зависимость, когда человек очень хочет там съесть шоколад. Что-то сладенькое. Да, сладенькое, чтобы легче стало, чтобы отпустило там, или еще что-то такое. И когда человек уже сто раз, может быть, а может быть, и больше пробовал, и у него не получалось, конечно, возникает неуверенность такая, формируется. Я этого не смогу никогда сделать. Да, я не смогу. Вот и в этом отношении... И это же приводит тогда в дальнейшем к его самого, к разочарованию, к депрессии. И он сам, мне кажется, его самооценка, она опускается все ниже и ниже. Да, это так и есть. Как быть? Как поднять этого человека? Есть разные варианты, как можно сделать с помощью определенных технических средств. Технические средства это... Вы не посвящайте нас во все подробности своей профессии, да, но, может быть, вот такие общие пожелания как психолога, как человека уже не одному помогшему, как человеку, которому эта область известна и кто знает. Может быть, такие несколько ваших добрых советов, они не помешали бы нам. Да, но у меня есть один очень ценный совет, важный, который помог, наверное, не одной тысяче людей. И многие знакомы, например, с системой 12 шагов преодоления зависимости, да. Но, может быть, в меньшей степени люди знакомы с тем, что эта система связана с отношением с Богом. То есть, вы хотите сказать, что религия, вера – это помощник? Помощник обязательно. Но ведь человек верующий, он же, наоборот, учится полагаться на кого-то. А какая тут самодисциплина? Как вот сочетать это? Ну, о самодисциплине чуть-чуть позже. Тогда, пожалуйста. Речь идет вот о чем. То есть, сначала человек должен принять о том, что он сейчас находится в таком состоянии, которое не позволяет ему справиться с проблемой. То есть, у него нет сил. Он должен признать, что он беспомощен. Да, он должен это признать. Потому что первое, с чего начинается путь из пункта А в пункт Б, нужно понять, в пункте А это где? В пункте А он чем характеризуется? Где его место? И что происходит в этом пункте? То есть, человек должен определить, если я не могу, что со мной происходит? Каким образом? Почему я не могу? Ну, и для того, чтобы понять свои силы, для того, чтобы понять свои возможности. И во многих случаях человеку требуется внешняя помощь. И первым шагом в 12-шаговой системе по преодолению зависимости является принятие своего бессилия. Я не говорю о том, что у человека вообще нет сил ни на что. Но принятие своего бессилия это начало изменений. Это когда человек принимает свои ограничения. Не будет ли это таким актом уничижения себя самого? Представьте ситуацию, когда бизнесмен какой-то определенный в бизнесе он пытается делать одни и те же шаги, и они не приводят к результату. Что он должен сделать в этой ситуации? Чтобы не сделал у него провал, чтобы не сделал убытки. Да. Он должен сказать о том, что я вот в этой ситуации не могу решить эту проблему. Значит, мне нужно ее как-то по-другому сделать. У меня не получается. Да, у меня не получается. По-другому нужно сделать. Если человек, который пытался выработать у себя определенный характер, самодисциплину, но он уже испытал много-много разных ресурсов. Вы тут про сладости говорили. Я знаю, что у очень многих людей волнует избыточный вес. Это же сегодня очень такое популярно. Да. И никак. С этим это очень популярно, действительно. И вот с этим как раз и стоит бороться поэтапно. То есть человек сначала должен принять это все. Я не могу. Значит, мне нужно еще попробовать что-то. И нужна еще помощь. Вы знаете, я вот в двух словах скажу о принципах изменения. Да, пожалуйста. Для того, чтобы... Это вот научный труд такой, одной из принятых таких психологов отечественной психологии, социальной психологии, Петровская. И у нее как раз очень хорошо подчеркнуто три условия, необходимых условия для личных изменений человека. Первое – это внешнее воздействие. То есть сам человек, как оказалось, не может изменить себя самостоятельно без внешнего воздействия. Потому что каждый из нас, он находится, слышали, наверное, в зоне комфорта. Да, 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 конечно. Зона комфорта – это не значит, что что-то хорошо у этого человека. Все хорошо. Зона комфорта, она связана, прежде всего, с привычками. То есть вот в той ситуации, в которой он находится, ему привычно. И у нас наша натура, она состоит из того, что делать привычные вещи. А непривычные вещи вызывают дискомфорт. И вот наша натура стремится к привычному, потому что там комфортно, а непривычное – дискомфортно. И тем самым человек находится вот в такой зависимости определенной от своего же состояния, в каком бы он ни был. Это не значит, что у человека очень хорошая жизнь. И коли ему хорошо, то ему ничего и как бы и не надо, да? Но нужно теперь, вы сказали, внешнее воздействие. Внешнее воздействие – это может быть разным. Это может быть отношение с коллегами. Ну, например, коллеги, ну, мелкое такое, коллеги повысили зарплату, а ему нет. Или ей нет. И это уже является внешним воздействием, потому что мир изменился. или какое-то требование о том, что бывает так, что на работе говорят о том, что если вот так будете дальше работать, то мы с вами расстанемся. Это уже внешнее воздействие. А может быть, это книга, которую человек открыл и там увидел, что жить можно по-другому. И он увидел о том, что… Он желал. Да. У него возникло… Это второй этап. Он увидел, что жизнь оказывается другая. Есть другая жизнь. Второй этап. Второе – это принятие этого. Принятие того, что он не такой, он не такой, как вот там написано, или ему что-то не хватает, что нужно менять что-то такое. И у людей часто бывает два выхода. Первое – это принять и начать меняться. Второе – это бороться с внешней средой, то есть с этим вызованием. Отторгать. Да. И одним из проявлений этой борьбы – это самооправдание. То есть когда начинают обвинять о том, что жизнь плохая потому, что я тут неэффективный потому, что и вообще у нас начальники плохие, и тому подобное. То есть искать самооправдание в том, что не может чего-то добиться. И третье условие для личных изменений – это группа поддержки. Рядом должен быть кто-то. Кто-то рядом. Это может быть группа, это может быть кто-то из близких, это может быть коллега. Кто-то должен быть. И группа поддержки – это то, что помогает устоять. Потому что человек захотел меняться, захотел избавиться от этой зависимости какой-то определенной. Но вот он приходит домой, а его там встречает жена. А он уже закодировался, к примеру. И вот жена встречает его. А у них раньше было как? Жизнь устроена была. Он приходит домой. Жена его встречает скандалом. Потом жена уходит к своей подруге. Подруга-то ей, собственно, сочувствует. И жена получает определенную любовь, сочувствие и сожаление. Вот такая жизнь, так устроена. А тут муж приходит домой. Жена, естественно, видит его трезвого. Скандала нет. Но жене хочется любви. Жена хочет любви, но она этой любви не получает. У нее уже дискомфорт. Потому что муж еще не знает, что жене хочется любви. Он перестал пить. Но еще не вышел на лучший уровень. Да. И причем отношения зависимы от спиртного. Они касаются и наших близких. Сценарии уже формируются отношений. Когда группа людей друг с другом взаимодействует. И вот так получается. Но что ему делать? У него все хорошо. Жена не удовлетворена. Она начинает цепляться за какую-то мелочь. Создает конфликт. Дискомфорт. Конфликт, естественно, для мужа кончается тем, что он задает себе вопрос. Подожди. Я выпивал. Был скандал. Я теперь не выпиваю. Скандал. А зачем я это менялся? А зачем я это делал вообще? Я ожидал, что будет все по-другому. А это не изменилось. Поэтому для того, чтобы человек изменился, ему нужна не только группа поддержки, которая постоянно говорит о том, что молодец, хорошо, давай вместе дальше двигаться дальше. Но и нужна группа, которая не мешала бы. Чтобы это не загоняло обратно человека. Эдуард, наше время, к сожалению, истекает очень быстро. Спасибо огромное, что вы были сегодня с нами. И спасибо, что вы обозначили хотя бы начало этого пути. Возможно, на будущих встречах мы с вами могли бы продолжить. Но сегодня мне было приятно услышать от вас, что мы, как люди в человеческом сообществе нашим, нужны друг другу. И даже в этом вопросе помочь друг другу в самодисциплинировании, в том, чтобы сделать дисциплину частью своей жизни, самодисциплинироваться. Ведь без помощи извне нам тоже очень трудно. И как замечательно, что вы сегодня сказали о том, что есть у нас внешняя сила, кроме наших друзей, сила от Бога, которая помогает нам и может поддержать нас. Что ж, другие друзья, спасибо, что и вы были с нами. Надеемся, что в вашей жизни вы сможете найти и хороших друзей, но самое главное, ту поддержку от Господа, благодаря которой вы сможете стать и пунктуальными, и самодисциплинированными. Пусть Бог вам в этом поможет. Будьте счастливы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok